Спасибо большое, что презентацию уже поставили. И мы буквально 10 минут продолжим. Микрофон у вас, у вас вода. Микрофон здесь включайте. Пожалуйста. И переключайте слайдов вот здесь. Вот я и у вас. Здравствуйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. АПЛОДИСМЕНТЫ Я Билаком Артурдином авиации из Индии. Низь много слова нашей связи с Россией. Моя связь с Россией началась в 1065 году, когда впервые я приехал в Москву на моих школьных каникул, как молодой, 15 лет. И посетить моих родителей, которые и остались здесь на судьбе до 1971 года. Мой отец был дипломатом посольства Индии с 1965-1969 год как коммерческий советник помочь индийским правительствам разработать, расширять торговлю между Индией и Россией. И бывшего союза. Отец первый посетил Москву в 1954 году как член первой индийской торговой делегации, которая посетила Россию из Индии. И, к разу, наша связь с Россией – это больше, чем полвека. Теперь я хотел бы говорить о авиации в Индии и сделать небольшую презентацию. Обзор. Рынок Индии очень быстро развивается с точки бизнеса, туризма и путешествия благодаря правил авиационным общего назначения в Индии. Еще один важным фактором является либеральная политика и правительства для большего бизнеса, возможности которой обеспечивает иностранный бизнесмен прилететь в Индии. Основные аэропорты в Индии Основные аэропорты в Индии – это Дели, столица. Мумбаи является финансовой столицей. Айдерабат – это производство для исследовательской базы, для медицины. Бангалор является центром для информации и технологий. Гоампуне Агра является военной базой и известной для туризма. Как будто Амдерабат – военно-бизнес, а не так же технический столбик. Здесь это очень важный момент. Самолет с иностранными регистрациями не может быть больше, чем 14 дней в Индии. После 14 дня им обязательно нужно вылететь и вернуться снова. Мы здесь предлагаем, что они могут из Индии лететь в Шриланку или Непаль, где они получаются разрешения гораздо быстрее. И чтобы снова вернуться и возвращаться в Индию, им нужно снова получить все разрешения. Спасибо. Лернинг комикс – это разрешение на посадку. Давайте разделим это посадки на три ситуации. Первая – это нормальная посадка. Вторая – это скорая медицинская помощь. И третья – это технические разрешения на пролёт. Получение разрешения является обязательным для всех регистраций, которые прилетают в Индию. Нам необходимо три рабочих дней для получения разрешения для посадки в Нор-Пи-Ар-Си-Конфрис. Нор-Пи-Ар-Си-Страны – это является, если вы разрешите мне сказать, нормальной страной по нашим закона. Один рабочий день требуется для техслопа и 30 рабочих дней для войны аэропорта, хотя мы можем попытаться получить разрешение в 15-20 дней. Следующий – это список стран, которым необходимо специальное разрешение, которое, как я шутливо сказал, по нашим законом называется «Пи-Ар-Си-Конфрис». Этой страной является Афганистан, Пакистан, Китай, Нигирия, Ирак, Северная Корея, Судан и Сомалия. Семь рабочих дней нужно для разрешения на посадку, остальные три рабочих дней для топлива, остановить и экипажа. И очень важно, чтобы нам нужно в форме данных паспортных, данных пассажиров и членов экипажа. Если это мы, это очень важная проблема, потому что люди, которые приезжают, прилетают оттуда, они не могут понимать, почему они не получают разрешение. Это причина, одна из причин, это когда мы не получаем более информации, мы не можем дать нашим государствам. Разрешение на пролет. Здесь разрешение на пролет. Как сейчас мне сказали, что это трудно. Нет, это не факт. Разрешение требуется, все рейсы, которые на пролет нужно разрешение. Нам нужно всего один рабочий день. Я повторяю, один рабочий день для пролета разрешения на полеты из стран, не являются нон-биарский конкрет. И нам нужно три рабочие дня для пролета, который, этот список стран, который приходит, так называемый, ненормальный. Следующий будет скорая медицинская помощь. Здесь никакой проблемы нет, неважно, ни специального списка нет, посадки или пролет. Мне всего нужно три-пять часов для... Когда я говорю, эти времена, это рабочие дни или рабочие времена. Три-пять часов в рабочие дни, шесть-восемь часов в нерабочие дни. На специальные условия для PRC-комприз, но никакая специальная документация не нужна. Вот, обязательно нам нужна вся информация, посидоров, экипаж, больница, врачи и так далее. The next. Ревизион информация. Это пересмотр разрешения. Здесь тоже одна проблема, которую мы все вместе должны понимать. Мы понимаем, что ревизион или пересмотр всегда это будет. Вот если вы там скажете, что в течение 20 часов вам нужно пересмотр разрешить, это просто невозможно. Все подтвердены разрешения, действительно все разрешения, которые вы получили, вы можете его продлить до 48 часов, без различного разрешения. Теперь минимум можно 3-5 часов для снова пересмотра разрешения, которые мы всегда устараемся можем получить. Нам тоже очень важно понимать, DTC, я не знаю, как по-русски сказать, это Director General of Civil Aviation. Си, Director General of Civil Aviation, она работает с понедельника до 20-60 часов. Нам нужно обязательно документы дать, не только что 5-15 или 5-30, сказать, дайте разрешение, я не скажу, я не хочу сказать по-русски, что они скажут, но если мы получаем реальный момент, реальный момент, мы можем сделать это без проблем. Но здесь сейчас виза требования, я хочу пару минут, два-три минут сказать об этом. Иногда бывает, мы это видели, встречали, что пассажиры и экипаж, которые прилетают, они не смотрят, какая виза у них есть, когда это видано, в каком паспорте, и они прилетают, допустим, в Чандыгаре с электронной визой, а там просто не разрешаются использовать электронную визу. Здесь я кратко объясню, что какая ситуация сейчас для визы. Пассажиры должны иметь бизнес или туристовские визы от индийского посольства в вашей стране. Они не могут что пассажиры могут также получить и электронную визу. Для электронной визы там визу указано на специальный сайт, вы можете там дать заявление какое-то вкисленное, и вы получите в течение 24-48 часов визу, которые, когда с этой визой вы можете приехать в Индию и не будет никакая проблема. но запомните, электронную визу только одна кратная виза. И вы только можете прилетить в Индию только в 16 разных аэропортов, которые указаны на МТВ аэропорта. Если они будут выглядеть в других аэропортах, то они не могут использовать эту визу. Дэнекс. Дэн, визуальный нордом, который сейчас существует в Монбайе, в Кунах, это все зилу-тай. Но там в течение года разные аэропорты в разные времена, и мы всегда сообщаем нашим клиентам, как нордом в какой аэропорт. Дэн, следующее, некст. Да, вот это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо большое, Вилла. Очень приятно, на самом деле. Я думаю, что наверняка будут вопросы, коллег, но мы выбиваемся с графикой, а мы немножко продолжим дальше. И у нас третьим еще раз поаплодируем. Спасибо большое. Поздравим у нас презентацию номер три. Иракли нашли ли сейчас надо выступать? Иракли здесь.